По случаю 23 февраля Дня защитника Отечества в поселке Петровское сельского поселения Горки-Ленинский состоялось торжественное мероприятие с участием районной администрации, военнослужащих, ветеранов и жителей района. Место проведения было выбрано не случайно, ведь именно Петровская бригада противовоздушной обороны является единственным военным гарнизоном на территории Ленинского района. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. Радостные лица, улыбки, поздравления, теплые слова. Такая атмосфера царила на торжестве, посвященном Дню защитника Отечества. В Доме офицеров поселка Петровский не было ни одного свободного места. Желающим стать свидетелями награждения своих сослуживцев и посмотреть красочный концерт пришлось даже стоять. Так вышло, что гарнизон Петровский является единственной военной частью в Ленинском районе. Поэтому в этом году было принято решение отметить праздник именно здесь. Тем более посельчанам предстояло услышать радостную весть. В скором времени их военный городок наконец-таки перейдет в муниципальную собственность. И жизнь начнет налаживаться. Россия обязана иметь крепкую и сильную армию. И здорово, что у нас в Ленинском районе есть военный гарнизон Петровский, в котором служат настоящие мужчины, настоящие офицеры, прапорщики, сержанты, рядовые. Одним словом, защитники нашего Отечества. 23 февраля – День защитника Отечества. Этот праздник напрямую связан с образованием, развитием страны и ее вооруженных сил. Основной целью которого является формирование патриотизма. В него заложен огромный духовный и морально-нрастный потенциал. Память о героических подвигах наших предков и современников. И мы должны, мы обязаны сохранить в умах подрастающего поколения то отношение к защите Отечества, которое было и есть у вас. Молодые ребята, выпускники школ – вот кто в первую очередь должен преодолеть какой-либо страх и сделать по-настоящему мужской поступок. Отдать долг Родине, отслужив срочную службу. Благо в нашей стране все больше молодых людей предпочитают выполнять свое предназначение – быть настоящими защитниками Отечества. Не боялись идти, служить, отдать долг Родине. А вот для подполковника Кунавина вопрос служить или нет вообще не стоял. Будучи семьей военнослужащего, он еще в седьмом классе сказал отцу, что пойдет в военное училище. Так и произошло. Потом были долгие годы переездов, разных гарнизонов. Но главное – жена и дети всегда были рядом. Оба его сына также выбрали эту стезю. Вот это поистине преемственность поколений. У меня достаточно хороший, скажем, тыл. Моя жена, да, мои дети, два сына. Все знают, что могу задержаться, могу прийти. То есть такая военная служба. В военных войсках служат и представительницы прекрасной половины человечества. И 23 февраля отмечают наравне с мужчинами. Среди военнослужащих поднято внимание, потому что женщин мало офицеров. И среди гражданских тоже людей внимание. Также поздравления принимаем. Но 23 февраля в последние годы стало праздником не только военнослужащих. Все мужчины в нашей стране в этот день ждут поздравлений. И это вполне справедливо. Ведь каждый мужчина в какой-то степени является защитником. Кто отечество, кто свои семьи и близких. Юлия Погосяна, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok